Статистика показывает, что средний возраст наркомана в России 13-15 лет, то есть ребята школьного возраста, которые чаще всего пробуют наркотик из любопытства в компании более опытных приятелей. Школьники являются самой уязвимой группой населения, потому обращаюсь ко всем присутствующим. Председатель комиссии по делам несовершеннолетних Бадирхан Чупанов просит отказываться молодых людей от всех сомнительных предложений попробовать легкие наркотики. Поэтому ваши родители ничем не хуже нас, ничем не ниже. Они зарабатывают великопехи, где-то бегают, где-то в рейках сидят, а вы своим неправильным поведением заставляете их унижаться перед нами. Все чаще с экранов телевизоров говорят о пагубных последствиях употребления спайсов и других наркотических веществ, подчеркивая то, что за легкую эйфорию приходится расплачиваться собственным здоровьем, а порой и жизнью. Категорично к такого рода увлечениям относится ученик 11 класса Шарап Шамсудинов. Он считает, что наркомания – это чума 21 века, которого очень тяжело излечивается. Поэтому в приоритете у юноши лишь здоровый образ жизни. Призер федеральных первост по джиу-джитсу уверен, что если уделять больше внимания учебе и занятиям спорту, то просто не останется времени на какие-либо пагубные пристрастия. Побольше спортом заниматься и не принимать наркотики, так только похоже с нашим близким, поселением, свободным. Категорично к любым отруманивающим разумом веществам относится и наша религия. Поэтому представители духовного управления мусульман в своей беседе с учащимися просят их быть более благоразумными. Ислам – это религия, поведение, это образ жизни. Многие думают, что ислам – это просто коврик и мечеть, ребята. Нет. Это вся жизнь. И даже я так, ребята, скажу. Показателем, признаком вашего романа, вашей веры, вашей религией, ребята, это не мечеть. Это то, где вы работаете и где вы учитесь. То есть, как вы себя там ведете. Несмотря на то, что по всей стране наблюдается рост числа наркозависимых подростков, Каспис пока на нейтральной территории. У нас не зарегистрировано ни одного школьника, состоящего на учете в наркодиспансере. Не просто такое слово – это болезнь. Болезнь, такая болезнь, очень заразная. Очень заразная и опасная. Есть лечимая фактическая болезнь. Говорят, когда-то, лет 10 назад, в Москве один из дагестанцев субботникского района Стал укрепляет наркотики, и родители его отправили в горы, к себе, в село. И через месяца-два-три вокруг него, говорят, целая компания организовала ребят, которые укрепляют. Имеют ли такие разговоры и постоянные встречи с подростками эффект? Могут ли они повлиять на мировоззрение школьников? И где гарантия того, что завтра ребенок не станет очередной жертвой наркотика? Будем надеяться, что каждый подросток осознает всю тяжесть последствий и сделает свой выбор в пользу спорта и здорового образа жизни. Шахнабад Кулиева, Шамиль Гусейнов, Новости Каспитова.